Крыса Крыса будет стараться укреплять отношения, не увеличивая напряжение и не развивая скандалы. Достаточно отвечать нежностью и лаской на все претензии и упреки. Тогда не будет недоразумений, а отношения, которыми крыса так дорожит, останутся в целости и сохранности. Змея благоволит безапелляционному и настойчивому быку. Это, несомненно, поможет ему прожить год темной водяной змеи, широко шагая по жизни. Быки в 2013 году будут уверены в своих силах, смогут выйти на ведущие роли не только на работе, но и в своей семье. На протяжении всего года они будут много зарабатывать, но и довольно много тратить. Одинокому быку в новом году встретить свою любовь вполне возможно. Правда, для этого придется показать себя со всех сторон, чтобы понравиться приглянувшемуся человеку. Тигр Люди, рожденные под знаком тигра, проведут весьма успешный и очень ответственный для себя год темной водяной змеи. Змея видит в тигре отважного воина и сильного соперника, поэтому не станет чинить ему никаких препятствий. Тигра всецело поглотят семейные хлопоты. Это будет забота о родителях и о своих наследниках. Им придется все нити управления держать в своих руках. 2013 год представит возможность значительно улучшить материальное положение. Только для этого ему нужно будет научиться контролировать свои эмоции. В год темной водяной змеи тигр всегда будет в центре событий, поэтому у него есть шансы на самые лучшие сделки и выгодные контракты. Кроликов ожидает неоднозначный и изменчивый год. В год темной водяной змеи многие люди будут пользоваться расположением, добротой и мягкостью кроликов, чаще всего в своих корыстных целях. В начале 2013 года он будет активен как в личном плане, так и в профессиональной сфере. Будет много путешествовать и ему предстоят знакомства с новыми людьми. Денег жалеть не будет, тратя их на семью и свое обучение, а также одалживая друзьям. Для кроликов, имеющих любимого человека, 2013 год будет благоприятным. Любовь вспыхнет с новой силой. Пребывание рядом со своим любимым человеком превратится в сказку. Одиноким кроликам в 2013 году встретить свою половинку будет проще простого. Год темной водяной змеи обещает быть для представителей знака дракона довольно интересным, но достаточно взрывным. Драконы будут пытаться переложить все дела на чужие плечи, а себе оставить только контролирующие функции. Кроме того, они будут просто притягивать деньги. Дракон, который уже имеет любимого человека, будет в 2013 году находиться на вершине счастья. Со своим любимым они будут довольны друг другом. Одиноким представителям знака дракона звезды предсказывают в 2013 году близость встречи с порядочным хорошим человеком. Главное не пропустить этот момент. Год темной водяной змеи счастливый для людей, рожденных в год лошади. Он станет полным удачных течений обстоятельств и неожиданных приятных событий. Люди года лошади будут контактны, они смогут завести множество новых знакомств, которые поменяют во многом их обычную жизнь. Вода душой компании, всегда находясь в центре внимания. Это сулит им множество выгодных предложений и обнадеживающих перспектив. Однако в личной жизни все романы, признания и терзания в год змеи будут напрасными, бесплодными и бесперспективными. Поэтому стоит притормозить и не терять головы. Для лошади 2013 год обещают стать щедрым на подарки, причем многие из них будут материального характера. Год темной водяной змеи обещает козе много испытаний. Что касается профессиональной деятельности, то уже с первых месяцев 2013 года ее будут инспектировать и проверять, переэкзаменовывать и тестировать. Если она сможет выйти победителем из этой непростой ситуации, то в дальнейшем она окажется способной свернуть горы. Однако те козы, которые не смогут пройти эти испытания, рискуют начать карьеру с чистого листа. И о делах семейных. Если у козы уже есть семья, то ей нужно постараться не потерять ее из-за того, что вокруг столько поклонников. Нужно ограничиться всего лишь флиртом, легким и ни к чему не обязывающим. Это даже принесет пользу, подкинув дров в огонь давно пылающей любви. Для обезьяны 2013 год станет динамичным и энергичным. Она насмехается над змеей, всегда жизнерадостна и способна с легкостью преодолеть все расставленные змеевой ловушки. Обезьяны будут начинать перспективные и достаточно серьезные проекты, способные их прославить и возвысить. В этих начинаниях им не могут помешать ни козни завистников, ни какие другие препятствия. Обезьяны будут исключительно щедры и расточительны, не думая о заработке. Это заметят и почувствуют на себе не только их родные и близкие, но и совсем посторонние люди. В семействе обезьян в 2013 году все будет в гармонии. Одинокие представители этого знака могут в этом году приобрести большую любовь. Такой шанс нельзя упускать. В 2013 году рожденные в год петуха люди как никогда будут поддержаны страстям. При этом важно, какого рода будет эта страсть. Если это увлеченность работой, то она принесет безмерное уважение в коллективе и увеличение зарплаты. Увлечение же азартными играми способно полностью разорить. Если это будет любовное увлечение, то оно будет для петуха настоящей пыткой, так как он станет очень зависимым от любви человеком. Петухи творческих профессий не смогут в 2013 году приобрести известность и получить хорошие доходы. 2013 год темной водяной змеи окажется для представителей знака собака довольно суетливым. Все будут ждать от нее помощи, возлагать большие надежды, из которых собаки не все будут способны оправдать. На работе они должны будут доказать, что совсем не зря занимают свою ответственную высокую должность. В любовных делах собака в 2013 году не сможет обрести свою вторую половинку. Конечно, будут новые знакомства, которые принесут от общения море удовольствия, но на большее надеяться не стоит. Тем собакам, у которых уже есть любимый человек, нужно дарить подарки, делать сюрпризы и радовать собой свою любовь. Для представителей символа китайского гороскопа свинья 2013 год станет очень прибыльным и доходным. Всю свою созидательную энергию она направит на поиски способа, который поможет полностью изменить ее жизнь, обеспечив себя материально на долгие годы. Проблем с деньгами у свиньи, как предсказывают звезды, не предвидится. В любовных делах в 2013 году ситуация не очень благоприятная. Она будет обижать свою половинку, играть ее чувствами, подкидывая хворост в пламя ревности. А вот у одиноких представителей символа свинья появится шансов завестись половинкой. Человеку, рожденному в год змеи, предстоит прожить в 2013 году яркий и запоминающийся интересный и ответственный год. Именно змея является хозяином этого года. А это значит, что очень многое, как и в личной жизни, так и в профессиональной деятельности, будет зависеть от нее. Приоритеты многих змей в 2013 году повернутся в стороны самореализации и успешного развития карьеры. В этом они весьма преуспевают. В семейной жизни змею ожидает счастье, спокойствие и благополучие. Близкий человек будет дарить только удовольствие и радость, создавать положительные эмоции. Для одиноких представителей знака змея 2013 год свинит множество любовных приключений.